В первой лиге чемпионата страны по футболу 24-й тур уже сыгран. В малом областном дерби Светлогорские ЦКК и Житковический ЮАС разошлись с миром 1-1. В еще одном дерби, теперь уже по лескам, Мозырская славя играла с Микошевичским гранитом. Голевой лимит на этот матч команду исчерпали уже к 10-й минуте. Сначала Дмитрий Хлебосулов, получив мяч от партнера в центре штрафной соперника, подобрал ногу и пробил точно в угол ворот. Две минуты спустя гранит ответил Александр Бур и оказался самым расторопным на добивании. 1-1. До финального свистка больше голевых ударов болельщики на трибунах Мозырского стадиона «Юность» не увидели. Завтра славя продолжит борьбу за второй по значимости трофей белорусского клубного футбола – Кубок страны. На домашнем газоне мазыряне проведут поединок 1-8 финала против Бобруйской Белшины. Гомельский «Локомотив» в 24-м туре на своем поле встречался с лидером чемпионата столичным энергетиком БГУ. Начался матч для железнодорожников не очень удачно. Илья Любаев на 22-й минуте срезал мяч в свои ворота. Вскоре Алексей Носко увеличил преимущество гостей. На старте второго тайма у гомельчан появился шанс вернуться в игру. Андрей Лавренчук сделал счет 1-2, реализовав пенальти. Однако спустя 8 минут энергетики восстановили отрыв в два мяча. Точный удар на счету Жахангира Хаджамова. 3-1 победа энергетика, который продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата. Мы забили, должны были возвращаться в игру и тут же пропустили стандарт. Ну это футбол, так бывает. А в целом по игре претензий к ребятам у меня нет. По самоотдаче, по желанию. Да, и проиграли мы, наверное, только по счету. Сами видели, что была равная игра абсолютно. Славя в таблице чемпионата по-прежнему на второй позиции. Локомотив опустился на седьмую строку. Химик после 24 туров на девятой позиции. ЮАЗ на одиннадцатой.